Здравствуйте. Итак, в этом ролике я рассмотрю проект коллективного договора, который подготовила администрация городской поликлиники номер 52 Выборгского района города Санкт-Петербурга. Напомню вам, что администрация поликлиники выпустила отдельный секретный приказ, где обозначены 10 человек, 5 человек от администрации, 5 человек типа от коллектива, которые освобождаются от работы для написания проекта коллективного договора, который в дальнейшем должен быть заключен у нас в подразделении в городской поликлинике номер 52. При опросе людей, которые в этом приказе значатся как представители поликлиники, никто в этом мероприятии не участвовал, никто не был освобожден ни от какой работы, никто этого приказа в глаза не видел. Но все же проект коллективного договора появился в обозрении, непосредственно вы выставлен на сайте городской поликлиники номер 52. И вот я скачал это все себе на компьютер и непосредственно первую основную часть распечатал на бумаге, и сейчас мы быстренько пробежимся по коллективному, по проекту коллективного договора, который подготовлен неизвестными лицами, потому что от именно коллектива никто в этом участие не принимал. Итак, основной посыл, который мы дали именно 31 числа непосредственно нашему работодателю, главному врачу от профсоюза действия, мы написали такую бумагу, ее завизировали, и вот первый абзац у нас звучит так. По содержанию коллективный договор администрации не выходит за пределы того, что есть в нормативных документах, в том числе Трудовом кодексе Российской Федерации. А действительным содержанием коллективного договора может считаться лишь то, что улучшает положение работников по сравнению с другими нормами, иначе он дополнительно работникам ничего не дает. И выставлять его как коллективный договор есть обман. Тогда эта задача выполнена, и данный полезный справочник обсуждать и принимать не требуется. Итак, мы, как вы видите, использовали слово «обман», и я хочу конкретно доказать на примере вот этого проекта трудового договора. Здесь нет никаких положений, которые бы улучшали Трудовой кодекс Российской Федерации, либо другие нормативные акты и приказы. Итак, начнем. Вот коллективный договор на 39 страницах. В первом же, на первой же странице идет упоминание какого-то профсоюза. Ну, документ, наверное, писали, там есть юристы в штате, есть экономисты, главный врач тоже наверняка с каким-то образованием. Но, опять же, что за подход к документам? Что за выборный орган первичной профсоюзной организации? Какой профсоюз упоминается? Если упоминается профсоюз действия, извините, у нас нету такой Горецкой Веры Александровны. Если упоминается другой какой-то профсоюз, ну, назовите этот профсоюз. Если это ФНПРовский профсоюз, ну, извините, он же перестал выполнять свои функции именно профсоюз уже давно. Вот совсем недавний пример. То есть, я подошел к Горецкой Вере Александровне и говорю, возьмите меня, ну, пригласите меня на отчетное собрание, отчетно-выборное, которое у вас должно там состояться в апреле. Она мне сказала честно, что вот пришли новые бумаги от ФНПРовского высшего профсоюза, где написано, что на отчетно-выборной конференции может присутствовать только члены профсоюза либо администрация. Вот сейчас вот так вот работает ФНПРовский профсоюз. То есть, он не работает с потенциальными своими членами, он работает с администрацией. Вот принцип сейчас ФНПРовского профсоюза. Естественно, меня не пустили на отчетно-выборную конференцию в апреле месяце. Соответственно, надо бы указать, что за профсоюз-то тут представляет работников, потому что это важно, потому что тут же в пункте 1 и 5, то, что я говорил в прошлом ролике, на общем собрании конференции работники нечленов профсоюза поручили правкому представлять их интересы и протокол номер 1 о 12 октября 2018 года. Я помню, как нас избирали делегатами для того, чтобы, и помню для чего, для чего нас избирали осенью делегатами, я скажу, надо было написать соглашение к действующему коллективному договору на тот момент по разработке дополнений, премирования, стимулирования, потому что его вот этих вот положений по стимулированию, премированию на данный момент в поликлинике действующее нет. То есть деньги город выделяет, а нас премирует и стимулирует неизвестно по каким основаниям. Вот это как раз и хотели изменить, доработать это все, но нас выбрал коллектив, провели конференцию, собрание, писали эти бумаги, подписывали, что да, согласны от моего подразделения шли бобинов, то есть я моин, там роман. Все это мы написали, все это ушло, и нас никто не собирал. И вдруг мы видим, что оказывается собрание было, и какие-то опять же мифические люди дали столько полномочий опять же мифическому правкому, который непонятно как называется и что за профсоюз. Переворачиваем страницу, страница номер 3, пункт 1.10.1. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется постоянно действующей двухсторонней комиссии по ведению коллективных переговоров и так далее, поликлинике 52. Вот это правильный пункт, конечно, надо контролировать, но опять же, кому контролировать? Рассказываю, как у нас в учреждении осуществляется контроль за выполнением коллективного договора. Я как-то познакомился с коллективным договором, через два месяца прихожу еще раз почитать, а он только находится в наличии у главного врача, какая-то часть в отдела кадров, и там у заместительного главного врача, не помню в какой работе, все. Другие работники на руках этот коллективный договор не имеют. Так вот, я сначала познакомился с этим коллективным договором, через два месяца пришел посмотреть, там нюансы всякие узнают, смотрю, там другой совершенно договор по-другому составлен. Одни страницы пронумерованы внизу, печатаны, другие внизу, а большинство вообще от руки написаны сбоку. То есть люди просто берут этот коллективный договор, и так как нет никакого контроля, они просто его там дополняют, переворачивают. Вот такой осуществляется контроль. Поэтому, да, мы создадим единый представительный орган на момент принятия коллективного договора, но дальше же его надо дальше как-то контролировать. Контролировать его можно следующим образом. В принципе, можно контролировать каждому работнику, даже не единому этому представительному органу. Можно, например, и то мы, профсоюз действий, поставил этот пункт, распечатать этот коллективный договор в количестве двухсот экземпляров и раздать в подразделение. И все будет понятно. Вот книжечка на руках, вот это выполняется, вот это не выполняется. Но вот пока распечатывать нечего, потому что вот этот вот проект коллективного договора, коллективного договора от администрации, не отвечает своим нормативам. Дальше. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовки проекта, коллективный договор, освобождается от основной работы до трех месяцев. То есть, чувствуете, они себя освободили до трех месяцев, написали какую-то ерунду, по-другому это не сказать. А те люди, которые именно заинтересованы в этом, ни от чего не освобождены. Вот, например, я. Вместо того, чтобы сейчас ехать и готовить ребенка к отправке в пионерский лагерь, я должен сидеть и смотреть на эту ерунду, которую вы нам тут подсовываете под видом коллективного договора. У меня тоже есть своя жизнь. Освободите. Где этот приказ, чтобы нас, тех, кто выбрал коллектив, вот этих вот людей, которые мы до сих пор не знаем, полный список, чтобы освободили непосредственно от работы до трех месяцев. Почему до трех месяцев, спрашивают, а что это такое-ка, почему три месяца, почему это в трудовом кодексе написано три месяца. Я объясню. Вот, например, коллектив выбрал меня, представлять их интерес, за мной находится сто человек, меня выбрали сто человек. Я иду на вот это вот, на переговоры, и там меня ломают. Ну, просто ломают, убеждают, подсовывают мне какие-нибудь интересные вещи, конкретно для меня, для меня. Ну, вы поймите, я представляю именно интересы коллектива, я должен выслушать, то есть я пришел туда не с пустыми руками, меня коллектив обязал добиться этого, пятого, десятого. Я прихожу, излагаю свое мнение, мне говорят, нет, нельзя, нет, мы не пойдем, нет, мы не согласны. Хорошо, я вас выслушаю, у нас договориться не получается. Я беру вот эти вот все ваши доводы, иду к коллективу и говорю, ребята, они не соглашаются. Вот у них поэтому вот такие вот доводы. И чувствуете, если вот, например, профсоюз действий непосредственно сейчас подал 219 пунктов предложений, вот вашу вот эту вот ерунду, то, соответственно, 219 пунктов мы за 2 часа и 3 часа не обсудим. У меня там по каждому пункту есть обоснования, которые мне подготовили члены профсоюза, а также коллеги по отделению скорой помощи. Мы просто возмущены тому, чего вы нам тут подсунули. И поэтому 3 месяца освобождайте отдельным приказом, освобождайте. Вот так это все делается. И вы об этом пишете пункт непосредственно 1.12. Делайте, как сами себе пишете. Переворачиваем страницу. 4 страницы пока ни одного пункта, который бы улучшало положение работников, мы не заметили. Практически пока только нарушения, под которыми вы просто подписываетесь с этим проектом коллективного договора. Итак, третий пункт оплаты гарантированной компенсации выплаты. О чем идет речь? То есть они приводят здесь непосредственно закон об оплате труда работников в государственных учреждениях. Мы знаем этот закон. Зачем вы его тут переписываете, этот закон? Непонятно. То есть сообщайте нам, что такое заработная плата. Это очень важно. Естественно, я хочу узнать, что такое заработная плата. Но это все написано в этом законе. И дальше, смотрите, вот они берут этот закон. И шестую по 18 страницу просто сделана такая вещь, как копирование. То есть вот по 18 страницу они просто взяли так. Берешь закон. Вот этот открываешь его в Word. Делаешь Ctrl-A. Это выделить целиком документ. Потом Ctrl-C. Это скопировать. И Ctrl-V вставить, вставить там, в компьютере вставить. Соответственно, и вставил. Ну а так как вы себя освободили от работы на время составления вот этого Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. И тут сразу получилось 17 страниц. То получается это просто отдых на три недели. Вы просто перестарались. Ну и здесь просто перепечатан, перекопирован этот закон, о котором я выше сказал. Больше ничего тут нет. То есть опять же, вот смотрите, идет 18 страница. Пока ничего не сказано. Никаких конкретных цифр. Ничего не сказано. Так как вот этот проект коллективного договора улучшает мое положение. Ну наконец-то вышли на выплаты стимулирующего характера. Опять же, чувствуете, да? То есть мы осенью не смогли написать этот проект. Ну наконец-то выплата стимулирующего характера появилась хоть в этом проекте. Тогда мы не смогли ничего составить. Нас не вызвали, не получилось по неизвестным причинам. А тут вот наконец-то получается. И вот первая же строчка, пункт 5.1. Работникам поликлиники в пределах выделенного бюджетных ассигнований почему-то могут устанавливаться следующий выплат. Что значит могут? Вам правительство Санкт-Петербурга выделяет деньги. Если вы не знаете, у меня есть документ о трехсторонной комиссии, где конкретно сказано, из чего состоит заработная плата и сколько процентов заложено в городе на те деньги, которые выдаются непосредственно городской поликлинике. Так вот там написано, что 30% из этой суммы идет на стимулирование. То есть должна заработная плата там конкретно состоять. 60% состоять из оклада. Должна снова. 15% это компенсационные выплаты. И 30% это непосредственно стимулирующие. То есть вам город выдает деньги. Я представлю в этом ролике таблицу, сколько вам денег выдается и сколько вы даете нам. И получается, что стимулирующих выплат мы не видим. А те деньги, которые вы нам иногда кидаете, вот, например, премия за квартал была у фельдшеров 2700. Они начислены непонятно на что. Что это за квартальная премия 2700? Ну и вот выплаты стимулирующих каратера. Просматриваем, что вы тут здесь написали. Ничего. Опять же, просто идет дубляж документов. И вот, наконец-то, появляется ваша часть. Вот здесь вот я подумал даже, что у вас есть, наконец-то, на 19-й странице вы додумались написать что-то самостоятельно. То есть, вот главный врач имеет право, такого я в документах не встречал. Ни в трудовом кодексе, нигде не встречал. Но вы тут пишете, что главный врач имеет право самостоятельно или по предъявлению руководителей структурных подразделений снижать размер или лишать работника стимулирующей надбавки за интенсивность труда полностью за упущение в работе или ухудшение показателей работы, в том числе по следующим основаниям. И приведено 23 основания. Представляете, я вообще не понимаю, что это такое. То есть, как вот эти вот дальше, за что меня будут наказывать в количестве 23 штук. Я думаю, ну все, мы придумывали. Вот, как улучшить не можем придумать, а вот как ухудшить, как вот наказать придумали 23 пункта. 23, представляете? Ну, вы можете ознакомиться со всем этим бредом. Особенно мне нравится, как я должен повредить несущие какие-то конструкции, возникшие при ненадлежащем использовании зданий. То есть, я как-то этим не знаю, о чем речь. Может быть, у нас есть в коллективе 460 человек, которые ненадлежащим образом используют здания. Ну, зачем вот это включать в коллективный договор? Ну, какие здания мы ненадлежащим образом используем? Нанесение надписей несанкционированной. Это о чем? Ну, я не знаю, кто у нас. Я не видел. Ну, не видел ни разу, чтобы кто-то наносил. Приходит врач-стоматолог, а пошел разрисовывать стены. Ну, о чем речь? Зачем вот эти 23 пункта? И, опять же, думал, это вы сами сочинили. Просто вот это вот БДСМ творчество 23 пункта. Как наказать коллектив? Нет, я полез в интернет поискать. Может, где-нибудь еще есть? И нашел. Республика Башкортостан в 16-м году как раз вот это все и написала. Но! Там люди умнее, понимаете? То есть, они читали законы, на которые вы ссылаетесь. Вот вы не ссылаетесь никакие законы, а они ссылаются на законы. Потому что фраза там звучала следующая. Главный врач имеет, конечно, право. Но, опять же, по согласованию с правком. Представляете? Не самостоятельно. Это не абсолютная монархия. А надо согласовываться с правком. Опять же, на те документы, которые вы ссылаетесь, вот эти вот методические рекомендации по оплате труда работников государственных учреждений, там не сказано платить или не платить. Понимаете? Там сказано о том, как распределить то, что вам дал город. А город вам дает на стимулирование 30%. Мы в нашей поликлинике этих денег не видим. Но город их дает. И вот вы ссылаетесь на эти методические указания, как распределять эти стимулирующие. А там написано, что создается комиссия. И это не абсолютное право главного врача решать, как вы будете распределять деньги. И в этой комиссии главный врач не главный, понимаете? Опять же, для нас, для всех. А кто еще будет в этой комиссии? Правком с Верой Александровной? Или же мы все-таки какой-то другой орган создадим, который не будет ложиться под главного врача? Вот есть профсоюз действий. Предлагаю вступать в него. Потому что вот мы выбрали единый представительский орган на время заключения. Но потом-то он не будет работать. Или будет работать. Вот это все дело надо решить и обосновать. Потому что у правкома профсоюза есть какие-то целые законы о профсоюзах. И там прописано, что, зачем, почему. А вот в этом единопредставительном органе, ну да, это есть. Но особых положений, привилегий нет. К профсоюзам есть. Поэтому предлагаю, ну пусть, если вам не нравится профсоюз действий, создать какой-то другой профсоюз. Но это точно не должен быть ФНПРовский профсоюз, который не приглашает только членов администрации на свое собрание. Листаем дальше, потому что тут ничего нет. Итак, вот находим шестой пункт примирования. Очень интересная вообще статья. Всего на раз, два, три абзаца. Четыре абзаца. Четыре абзаца. Это они писали самостоятельно. Не скажешь ничего, потому что ошибок здесь куча. Если там просто Ctrl-C, Ctrl-V, то здесь куча ошибок. Понятно, что люди наконец-то включились в работу и написали что-то. Вот они написали два абзаца, все с ошибками. Помните, я вам рассказывал о том, что там написано про заработную плату, что написано здесь про заработную плату. Под примированием следует понимать дополнительное вознаграждение, стимулирующее поощрительные выплаты, дальше слушаем, работникам сверхзаработной платы. То есть, если все руководство, руководство, понимаете, города, все нормативные документы считают, что заработная плата состоит из оклада должностного стимулирующих выплат премиальных и компенсационных выплат, то для нашего главного врача, и кто там с ней это все составлял, это оказывается сверхзаработной платы. Потому что вот еще пояснение дальше. Включающийся должностной оклад, тариф ставку и постоянной отбавки к нему установлены действующим законодательством. То есть, люди просто показывают свою просто правовую безграмность. Поэтому она и считает, наш главный врач, что она может давать, а может не давать. Да и просто беспредел, который они допускают, ну, плохое слово, беспредел, согласен, допускают в этом документе. Примение работников, вот дальше, смотрите, через абзац. Примирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность работодателя. И выделено конкретно жирным шрифтом. Понимаете? То есть, человек, вот я вот покажу, это я распечатал нативный документ, она конкретно для нас выпускает это все, что жирным шрифтом, чтобы мы знали, что это просто ее право. Я могу, а могу не... Ну, вот так это все выглядит. Я немножко разошелся, извините. Так вот, мне вот интересно узнать у главного врача, скажите, пожалуйста, если все считают, что стимулирование, компенсация и отклад – это вот заработная плата, что же тогда остается? То есть, премия стимулирующая, это все идет в это. Что же тогда дополнительное вознаграждение, стимулирующие поощрительные выплаты, то есть, какие-то отдельно стимулирующие поощрительные, работникам сверхзаработной платы? Что это имеется в виду? Мы думали, не придумали ничего. У нас остается вариант только взятки и откаты, которые идут сверхзарплаты. Что это такое вообще для большинства работников, для 4,60 работников нашего коллектива? Может, вы проговорили здесь и конкретно для себя написали вот это все? Дальше после 6 премирований идет 6 порядок проведения тарификации работников. То есть, чувствуете, да? То есть, тут даже они не могут разобраться в пунктах. То есть, 6 премирований вот так вот, смотрите, выглядит. И 6 тарификации. То есть, я так понимаю, вот есть 6 премирований, блин, ну, и выкинуть, и все. Вот 6, было 5, 6, вот 6, 6, а вот про премирование можно выкинуть. Для чего это сделано? Я не понимаю. Или вы просто тупо не можете просмотреть документы и исправить грамматические ошибки? Дальше идет порядок проведения тарификации работников. Значит, с 20 по 28 страницу, я посмотрел, это просто перепечатанный документ. Опять Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Запоминаем горячие клавиши. И вот так вот, мы вот так вот, видите, просто вот их таблица, и перепечатан этот документ. Мы это листаем все. Наконец-то, другие вопросы оплаты труда. Читаем другие вопросы оплаты труда, и выясняем, они сами тут постоянно ссылаются на Трудовой кодекс Российской Федерации. Выясняется, что раз, 29 страница Трудовой кодекс, 20, 30, все, тут ссылки на статьи Трудового кодекса. И вот, 31 страница, 31 страница, мы еще не увидели ни одного пункта улучшающего положение работников, хотя, Трудовой кодекс, этот коллективный договор должен содержать именно то, что улучшает положение работников, понимаете? Но мы пока нашли Трудовой кодекс плюс как наказать человека. Просто как наказать работника, это мы все нашли. И вот, интересная вещь, это знаете, про критерии массового освобождения работников. Итак, они нашли, конечно, закон, ссылаются на этот закон, называется он ЦК профсоюза работников и здравоохранения номер 251, критерий массового освобождения работников. Но они перечисляют, я сравнил это все с законом, с настоящим законом, переписали все и не переписали, буквально две строчки. Две строчки говорят о следующем, что массовым еще считается 30 и более человек в течение 90 календарных дней. А знаете, почему они не написали вот эти две строчки? Все переписали, а их не написали. Да потому что у нас 150 сотрудников из поликлиники уволено. Просто 150. И мы не пишем эти две строчки. Ой, массового увольнения нет. Да вы просто уже издеваетесь здесь над нами. И, конечно, вы не пишете вот эти пункты. Так напишите. Надо проверочку устроить. А если все ли сделано по массовым увольнениям? Что? Надо запросы. Чувствуйте, товарищи. У нас нет нормального профсоюза. Никто за этим не следит. А тот профсоюз действий, который появился, его, естественно, просто подвергли травле и нас просто всех затравили. Надо объединяться. Иначе нас и будут так выкидывать по 150 человек. И будем на работу как на каторгу ходить, как мы сейчас ходим на каторгу. Надо объединяться. По-другому никак. Дальше. Рабочее время и время отдыха. Ну, наконец-то, вот, 31-я страница обеспечивает опять Трудовой кодекс Российской Федерации никаких улучшений. Ну, наконец-то, 33-я страница из 39-ти. Наконец-то работодатель вспомнил, что может как-то улучшить по сравнению с Трудовым кодексом, потому что в Трудовом кодексе нету чайников и микроволновок. Итак, считаем, что для врачей организованы пункты питания, установлена кухонная мебель, холодильник, имеется СВЧ-печь, электрочайник. Но это нетрудно написать, потому что мы уже купили за свои деньги и холодильник из СВЧ-печь, и всё мы у себя уже купили, поэтому это нетрудно написать. Ну, опять же, положено, положено. Вот у нас на отделении скорой помощи мебель принесена 15 лет назад именно с помойки. Вот в отделении 52, которое находится по Ломоносово, вот с помойки принесена мебель. И когда я, будучи ещё исполняющим обязанности заведующим отделением, говорю, вот у нас тут мебель вообще непонятно, там ДСП расклеилось, всё, посмотрите, как это выглядит. Она мне говорит, что, главный врач, что купите клеёнку и заклейте, в лечебном учреждении заклейте, что у нас денег нет на это, я расскажу, где взять деньги. Вы не знаете, где, я расскажу вам в дальнейшем. Опять же, мы читаем список, кому это положено, не находим отделение скорой помощи. То есть люди, которые на смене находятся 24 часа, вот этого всего недостойны, потому что в списке нету отделения, ни одного отделения скорой помощи. Конечно, врачам поликлиники тоже надо есть, вопросов нет, отдыхать, принимать пищу. Но врачам, наверное, и фельдшерам скорой помощи тоже, наверное, надо принимать пищу. Почему мы здесь не указаны? Итак, мы рассмотрели документ от начала до конца и не увидели ничего, чтобы улучшало положение работников городской поликлиники номер 52. В некоторых пунктах даже есть ухудшение. Также мы увидели, что на данный момент уже идет нарушение процедуры принятия коллективного договора, процедуры вхождения в переговоры по коллективному договору. И возникает, естественно, вопрос, а что будет, если все-таки администрация продает проект вот этого коллективного договора? Ну, ничего страшного. Есть статья 36 Трудового кодекса Российской Федерации, которая говорит, что представители работников и работодателей участвуют в коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению коллективного договора, соглашения, и имеют право проявить инициативу по проведению таких переговоров. То есть, например, сегодня заключили, подписали, все продавили, а завтра мы уже можем выйти опять с инициативой по пересмотру этого коллективного договора, по изменению тех положений, которые нам не нравятся. И продолжать это постоянно, посылая параллельно различные письма в различные инстанции. Ну, чтобы это все знать, можно учиться в Красном университете или приезжать на Российский комитет рабочих. Там приезжают делегаты со всей страны и рассказывают, как у них на предприятиях это все происходит. Очень полезную информацию там получаем. Ну и в следующем ролике я расскажу о приложениях, которые есть в проекте коллективного договора от администрации непосредственно о дополнительном отпуске и о спецодежде. Продолжение следует...